Поэтому при всем моем уважении к отдельным племенам, которые проживают на территории нынешнего государственного образования Азербайджан, Арцах не может иметь никакого отношения. А с другой стороны, существует огромное количество свидетельств, начиная от могил и храмов, окончая дипломатической перепиской, которая сохранилась, которые свидетельствуют о том, что Арцах – это армянская земля. Испокон веку, армянская земля, и конца края этой истории нет. И таких свидетельств тысячи. И если с одной стороны нет ни одного свидетельства исторического, а с другой стороны есть тысячи свидетельств, Ну, конечно, мы можем называть Арцах только армянским. И если организация объединенных наций не признает очевидных истин, что бывает с организацией объединенных наций, это обычное дело. И что 2х24, что черное – черное, белое – это белое, но это проблема организации объединенных наций. Это не повод другим народам мира кривить душой и говорить заведомую ложь, что Арцах – это якобы часть Азербайджана. Это не соответствует действительности. В Арцах вообще прекрасное место. Но я с любовью отношусь и к людям, которые там живут, у меня там много друзей. Самые впечатляющие – это люди. Это общение между людьми. Это необычайная доброжелательность к незнакомым людям. И открытость, и расположенность такая. Я нигде это не встречал. Когда люди, как в Америке, знаете, резиново улыбаются друг другу, когда искренне стараются помочь, когда это все искренне. Это такое, наверное, было общение людей и на Руси, но лет там 200 назад. И вот удивительный этот заповедник человеческих отношений, старинных человеческих отношений, которые есть сейчас в Арцахе, не дай бог, чтобы был загублен. Вот всеми этими интернетами, телевидениями, школами, подрастающими детьми, все это пытаются быть похожи на этих, на великих, на Америку, на Россию. Вы сильно от нас отстаете в деградации. Достаточно сказать, что в Арцахе нет воровства вообще. Вообще нет воровства. Там не закрывают не то, что дома, там не закрывают машины даже. Там ребенок может пройти с пачкой долларов через весь город ночью, и можно быть уверенным, что он донесет эту пачку. И дай бог, чтобы так дальше оставалось, чтобы оставалось такое место в мире, где люди могли бы посмотреть, как вообще люди должны друг к другу относиться. Это вот Арцах. Второго такого места я не знаю. И нам нужно, как русским людям, нужно, мне кажется, ездить туда, делать такие туры, что и не на горы, и на реки смотреть, которые тоже прекрасны, а смотреть на то, как люди мир с собой общаются. Это будет такой мега-мастер-класс человеческого общения. На каждом углу говорю, что езжайте в Арцах. Это лучшее место и для отдыха, и для того, чтобы отдохнуть душой и телом. Лучшее место. И многие мои друзья уже туда съездили. Послушайте, никто не жалеет. Хотел бы добавить процветания Арцаху и хорошего, крепкого здоровья всем армянам, которые там живут. И чтобы семьи у них были крепкие, и чтобы детей они в школу не отдавали, и компьютеры перед ними не ставили. Не наступали на те грабли, на которые наступил русский народ. И потерял целое поколение своих детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова